Приветствую вас, ребята и девчата! В прошлый раз, когда я выпустил ролик, посвященный хорошим, ну, как минимум, неплохим сериям из сериала Универ, вам эта идея понравилась. Поэтому я решил сделать целую серию роликов, посвященную не только сериалу Универ, само собой, а просто хорошим сериям из не очень хороших сериалов в целом. Некоторым сериалам будет посвящено несколько выпусков, потому что там очень и очень много серий. Одним из таких, как раз таки, является сериал Универ, о котором мы сегодня вновь поговорим. Но когда я приступил к созданию этого ролика, я столкнулся с такой небольшой, можно сказать, проблемой. Дело в том, что во многих смешных эпизодах задействован один и тот же персонаж, это Эдуард Кузьмин. В связи с этим, один из выпусков я решил полностью посвятить Кузе и ситуациям, в которые Кузя попадал. Поэтому это видео, это этакий бенефис студента и каратиста. Итак, веселые эпизоды сериала Универ. Конечно, сериал Универ многих привлекает, что называется модным словом, своим вайбом. Веселые университетские друзья, которые познакомились в общаге и живут беззаботной жизнью. Веселятся, тусуются и, можно сказать, прожигают жизнь. Во взрослом возрасте найти таких друзей, а тем более вторую половину, бывает очень сложно. Особенно, если у тебя нет ковра. Я серьезно, смотрите внимательно, сейчас расскажу почему. Ковер это новое приложение для знакомств, в котором нет бесполезных свайпов, но очень много крутых фишек. Первая фишка в том, что здесь есть удобные фильтры по городам, возрасту, целям и интересам. Отфильтровав анкеты, вы сразу видите тех, кто вам точно подходит. И написать можно напрямую, не дожидаясь мэтча. Вторая фишка ковра это то, что для жителей и гостей Москвы, Питера, Екатеринбурга и Казани здесь вручную собрана афиша самых необычных, интересных мест и событий. От йоги со щенками до концертов в оранжерее и геноужинов в старинном особняке. Под всеми мероприятиями отмечаются те, кто хочет на них пойти. Если у вас нет компании, в ковре вы в два клика найдете с кем и куда сходить. Это особенно классно для тех, кто недавно переехал в новый город и хочет обзавестись знакомствами. А для парней есть отдельная хорошая новость. Сейчас соотношение девушек и парней в приложении примерно 70 к 30. А значит ваши шансы познакомиться с интересной девушкой критически высоки. Не упустите возможность. Скорее скачивайте приложение по ссылке из описания или по QR-коду на экране и ваша жизнь сразу станет ярче и интереснее. Наступило время мастурбации. Чего? Кузя, может быть медитации? О да, время медитации. Все! Вообще, конечно, образ Кузи это, наверное, то, без чего сериал «Универ» представить в принципе невозможно. Потому что очень много именно юмора строилось как раз-таки на образе этого персонажа. И на событиях, в которые попадал именно он. Время подобно песчинкам. Пальцы жизни уходят. Вечность слиплась. Понятно. Сам найду. Подсадишь на эту дрень моего сына? Накажу. И самые главные, что называется, мемы сериала «Универ», какие-то эпизоды, которые помнят все до сих пор. Причем даже не только эпизоды, а какие-то даже слова, которые вошли в обиход именно благодаря этому сериалу и используются до сих пор, были произнесены именно Кузей. Ну понятно, что написано, они были сценаристами, но любой другой персонаж из этого сериала просто не мог их произнести. А если бы и произнес, то вот так вот в обиход они бы не вошли. Выбегая на татаме, даже на мутнике не успела надеть, а этот лось стоит уже, смотрит, пропотел, шары красные, в натуре терминатор. И короче... Ты олень мясистый, я из тебя фарш делаю. Это я из тебя фарш делаю. Ты питон, у меня кровью плакать будешь. Это ты кровью плакать будешь. Но начнем мы с небольшого исторического факта. Знаете ли вы, что Пушкин, который частенько упоминается у меня на канале, однажды взял и проиграл главу одного из своих самых легендарных произведений? К чему я это говорю? А к тому, что у меня на Рутюб канале эксклюзивно там вышел обзор одного необычного сериала. Это можно даже сказать не сериал, а обыгрывание интересных фактов в юмористическом ключе. То есть этот сериал позволит вам не только улыбнуться или посмеяться, но и освежить в памяти какие-то интересные факты. Или возможно узнать о них впервые. В общем, рекомендую вам прямо сейчас перейти по ссылочке и подписаться на мой Рутюб канал. И конечно же посмотреть эксклюзивные обзоры. Да-да, он там такой не один. Но еще там доступна библиотека всех моих роликов. Возможно там вам их будет удобнее смотреть. В общем, жду вас и на Рутюб канале тоже с дополнительной порцией контента. Вообще, если кто-то забыл, то Кузя это каратист и студент филологического факультета. Это визитки. Круто? Конечно круто. Только бумажка со словом Кузя. Это еще не визитка. А тебе кроме имени пока что писать нечего. Как это нечего? Вот. Эдуард Кузьмин. Студент и каратист. Студент и каратист. Кузя, это что, твоя биография? А, ну да, еще он был охранником. Как минимум дважды. Однажды он пытался устроиться охранником в студенческое кафе и даже сделал себе по этому поводу визитки. Вернее, визитки он сделал сначала, а потом ему пришлось их править. У вас, Станя, был роман? Роман. Роман. Блин, Сань, ты меня вообще запутал. Я теперь вместо охранника роман написал. Че это за хрень? Эдуард Кузьмин. Студент, каратист и роман. Блин, косячина. Но еще он пытался работать охранником у олигарха. Но это секретная информация. Вы охранник Сильвестра Андреевича? Может и Сильвестра Андреевича. Это секретная информация. Круто. А зарплата у вас большая? Это секретная информация. Круто. Оружие есть? Есть. Но это секретная информация. Ты что, так сильно хочешь охранником работать? Это секретная информация. Я никогда и никому не расскажу вашу секретную информацию. Что удивительно, но на самом-то деле, все, за что берется Кузя, у него получается неплохо Например, вспомнить ту серию, где он очень уж сильно мечтал о каких-то супер легендарных кроссовках И чтобы получить эти кроссовки, он устроился работать в обувной магазин практически как Гена Букин Только в отличие от Гены Букина, он реально умел продавать обувь Поэтому распродал весь магазин буквально за один день Вообще, конечно, у Кузи, хоть это и не скажешь так, определенно есть предпринимательская жилка, которую оценил даже Сильвестр Андреевич Понять это можно по 39 серии первого сезона В которой Кузя так смачно наворачивает, кстати, не пельмени, а сосиски с кетчупом и майонезом Перемешав кетчуп с майонезом, получив кетчунез И в этот момент ему в голову приходит мысль, которая прорастает настоящей гениальной бизнес-идеей А что если брать кетчуп и майонез, совмешивать это и продавать как отдельный продукт? Блин, почему никто не додумался продавать кетчуп с майонезом в одной банке? Считай, банка кетчупа 50 рублей, майонез 30, а тут можно за 40, все сразу Да, Кузя, офигенный бизнес, купил майонез и кетчуп за 80, смешал, продал за 40 Видишь, как выгодно Он даже решает предложить эту, казалось бы, глупую идею Сильвестру Андреевичу, олигарху Но каково же было его удивление, особенно удивление Гоши, когда Сильвестр Андреевич сказал Слушай, Кузя, отличная идея Конечно же, Сильвестр Андреевич просто хотел проверить Кузю, насколько он далеко сможет зайти вот в этих своих бизнес-начинаниях Поэтому выделил ему, хотел сказать, небольшую сумму, но вообще-то внушительную сумму на то время Чтобы Кузя полноценно развивал свой бизнес-проект А что делает креативный директор? Напрягает мозги Надо же разработать рецептуру, нужную консистенцию, в каких пропорциях смешивать Главное для нас продукт А для исследования нужны деньги Вот тебе бюджет, 3000 рублей Так что давай, креативный директор Креатив Спасибо А вот Кузя прямо с настоящей ответственностью отнесся к этому заданию Он прямо углубился в бизнес, начал изучать конкурентов Он начал создавать свой, по-настоящему уникальный продукт Фактически создал на базе общажной кухни целую научную лабораторию по изучению продукта Блин Эксперимент номер один Опасен для жизни Майонез с перцем и кетчуп острый чили Лучше не смешивать И буквально за считанные дни он сделал работу, над которой вообще-то люди трудятся годами, чтобы создать какой-то новый продукт Изучение рынка, маркетинг, стратегии, экономическая составляющая, все остальное Кузя все это сделал меньше, чем за неделю И уже вот презентовал Сильвестру Андреевичу свой продукт И говорит, ну как бы теперь ваш ход Сильвестр Андреевич, конечно же, сделал вид, что, понимаешь, такой бизнес сейчас наверху не оценят Но заплатил Кузе за его работу деньги Вот 500 боксов? Премия, заслужил На это не мог не обратить внимание его лучший друг Гоша Который тут же подсуетился со своими гениальными бизнес-идеями Но они не выстрелили Еще можно сметану сразу с сахаром выпускать Назовем сметахар Можно еще прищепку такую сделать, чтобы чайные пакетки отжимать А еще выгодный бизнес Пустые папиросы продавать Но есть своя целевая аудитория Кстати, насчет дружбы Кузи и Гоши Гоша это лучший друг Эдуарда Кузьмина Который на первый взгляд, можно сказать, что достаточно потребительски относится к своему другу Но все-таки были моменты, где мы понимали, что Гоша ценит Кузю тоже Например, серия, где Гоша переспал с девушкой, которой очень нравилась Кузе Ну, Гоша, я не поняла, ну кофе будет или нет, или... Знаешь, я уже наказан, но у меня такого скучного секса давно не было Так что у вас еще? И секс был Кузя, ну нам же хорошо вместе, мы понимаем друг друга Кузя, я тебя прошу, ну отстанься В ответ на это Кузя просто взял и ушел из комнаты, где живет Гоша А вместо себя заселил туда кучу гастарбайтеров каких-то Была серия, которая напрямую показывала, что Гоша пользуется просто Кузей На это Кузя намекнула Аллочка, сказала, мол, смотри, да Гоша же действительно тобой просто пользуется Никто не хочет в кафе сходить, а то он уже кишка к кишке бьет по башке Пошли-ка Нет, Кузь, пойдем через час, а то я ночью опять не выспался Мой орган перебедил все остальные Ну ладно, давай, я пока постираю О, слушай, а мои рубашки зацепи? Давай, себе То есть ты хочешь пойти поесть, но вместо этого будешь стирать Гошу на шмотки, потому что он хочет поспать? Ну да Кузя, ну ты просто золушка Не можешь пойти на бал, потому что злая мачеха Гоша велела тебя делить просто от пшена Как мило Вы, девчонки, ничего не понимаете Это настоящая мужская дружба Кузя, место Кузя ждать На этом почве у них даже был небольшой конфликт Но в конце концов Гоша все-таки показал, что он ценит Кузю как друга Потому что с каким еще товарищем можно попасть вот в такую до ужаса смешную ситуацию Хотя скорее даже не до ужаса смешную ситуацию В общем, однажды Гоша травил какие-то смешные байки на кухне И Кузя как-то слишком сильно проникся этой веселой историей Настолько сильно, что можно сказать Впал в детство Какое-то очень раннее детство, когда всем еще нужны были подгузники Лучше лечь под кучу шлака, чем под парня из филфака Че, не смешно? Гоша Я кажется, писался После такого позора Кузя поставил перед собой практически невыполнимую задачу Рассмешить Гошу так же, так же сильно, чтобы тот тоже намочил свои штаны И пустил в ход вообще всю свою артиллерию Все, что он только умеет Шел как-то Штирлиц по лесу И увидел, голубые ели А когда подошел поближе Оказалось, что голубые не только ели Но и пили Голубые, в смысле голубые Еще, конечно же, Кузя известен как очень выдающийся каратист Который только и делает, что мечтает о черном поясе Я Таня, я Таня, я Таня каратистка Хочешь меня? Хочешь? У Кузи есть еще один по-настоящему верный друг Герман Правда, этого друга он периодически избивает Ну, как периодически, фактически каждый день Утром, днем и вечером Все дело в том, что Герман это боксерская груша С которой у Кузи, как выяснится в одном из эпизодов По-настоящему теплые взаимоотношения В той серии он отдаст Германа Спасибо, Торнадо, выручил Я теперь так подготовлюсь Всех порву на соревнованиях Давай, только ты-то Сильного не бей В смысле? Хм, да я пошутил Конечно, лупи его как следует Ты же заплатил А вы, Эдуард, оказывается, страшный человек Только что продали своего лучшего друга А причем, я так понимаю, по довольно-таки приемлемой цене После чего ему будут сниться ужасные сны Ну что, с тремя штуками хорошо спится? Кто здесь? Герман? Это ты? Нет, блин Тупой бездушный кусок красной резины Наивно считавший тебя своим другом Герман, ты же не можешь говорить Да я молчать больше не могу Ты же своим просто тренажер Мне в самую душу плю Герман, Герман? О том, как Герман страдает без Кузи И Кузя заберет Германа обратно Что касается карате Вообще, конечно же, Кузя Знаменитый каратист Большую часть жизни он посвятил карате Но если обратиться к серии В которой появляется впервые Майкл А по сюжету он возвращается в эту общагу Ведь с большинством персонажей он был знаком и до этого Выясняется, что все тут не так просто На самом деле, Кузя вот еще не так давно Уж очень боялся Терминатора Не просто боялся, а готов был пойти на что угодно Чтобы не стоять в спарринге с ним Это были первые серьезные соревнования Кузи К нам в комнату должен был прийти Терминатор Поэтому Кузя попросил меня остаться Не делай так больше, пожалуйста Он меня убьет Мне нельзя с ним драться Точно Я не буду с ним драться Он меня ударит Я упаду И притворюсь мертвым Второе место у меня по-любому в кармане И живой останусь Ты еще заплачь Кузя, будь мужиком Ты зачем в карате пошел, чтобы мертвым притворяться? Кузю надо было спасать И я понял, что Терминатора Эту машину смерти Может остановить только другая машина Машина любви Бой еще не начался Но на Кузю уже было жалко смотреть Терминатор был явным фаворитом Но, к счастью, Жанна сделала то, что должна была сделать Давай, Термик Прикончи его и займись мной Да ударь ты его Блин, я его реально после этого ни разу не выиграл Вот это утверждение, кстати, не совсем правдиво Потому что Кузя побеждал Терминатора еще раз Но тоже не совсем в честном бою Тогда тоже был применен небольшой мухлеж, так скажем А вернее, отвлечение внимания Терминатора на девушку Только если в этом случае всем занимался Майкл В другой раз примерно такой же труп провернула Таня Алка, прости Стоп Эй, Терминатор Моги Ура! Ура! У Кузи в жизни все, в принципе, было довольно беззаботно Единственное, что его частенько напрягало, это одиночество Одиночество в том смысле, что не было у Кузи возлюбленной Хотя попытки познакомиться с разными девушками у него были Например, он однажды даже чуть не стал встречаться с Ольгой Бузовой Потому что пытался найти себе возлюбленную через одноклассники И набрел там на анкету Ольги Бузовой Начал с ней переписываться там о всяком И у них даже замязалась, похоже, виртуальная любовь Но тут на радаре появился его друг Гоша Который сказал Кузе, слушай, ну это же фейковая Ольга Бузова Я там с Ольгой Бузовой переписываюсь Ну, это из дома 2 Ооо, ну вот видите А че не с Анжелиной Джоли? Она мне не ответила А Бузова ответила Кузя решил все это проверить Пришел в кафе и увидел там вот что Судя по твоему настроению Любовь вы с Бузовой не построили Кошан, ты был прав Это не Бузова, а какая-то Арбузова Но сделал слишком поспешные выводы Правильно, Кузя Только жирная Через И пишется Нет, ну нормально вообще Совесть есть Сам не пришел, да еще обзывается Как видите, это была неудачная попытка Завязать романтические отношения с девушкой у Кузи И таких попыток у него было на самом деле много Однажды он даже попросил Майкла ему помочь Познакомиться с какой-нибудь девчонкой И Майкл стал для Кузи, знаете, таким тренером по пикапу что ли Но перед этим Кузя, конечно же, показал Майклу На что он сам способен без каких-либо подсказок Давай, встань и продемонстрируй мне, ну и всем, на что ты способен О, смотри, какая богиня сидит в режиме ожидания Давай, иди Чего, курица, гасишься? Может это, ну, перепихнемся? Ты что, дебил? С ума сошел что ли? Ну, тусуйся одна Овца Сам овца Кузя, ты что, совсем? Ты где такого нахватался? У каратистов Таких попыток было несколько, и все они были неудачными Девушка, а могу я как-то скрасить ваше одиночество И провести в вашем обворожительном обществе Ну, это Несколько минут Да И как зовут такого джентльмена? Кузя Кузя Как домовенка из мультика Сама ты домовенок Нормальное имя Тебе что не нравится, Овца? Я дуба Блин Еще и обзывается Сама там Пади Какая-нибудь Оксана Просто дело в том, что Кузя-то и не знал, что все это время Он нравился Аллочке Которая к тому моменту по сюжету уже отошла от Бесконечных поисков олигарха И хотела искренней любви тоже Как и Кузя То есть в итоге они образовали пару Аллочка встречалась с Кузей Но это еще не все Есть еще один момент, который навсегда изменит жизнь студента и каратиста Привнеся в его судьбу что-то новое А именно творчество И нет, это не связано с любовью Мол, Кузя влюбился в Аллу И у него поперло творчество Начал писать какие-то любовные баллады Все было совсем не так Однажды в общаге просто поселились соседи, которые слишком сильно шумели А именно играли на музыкальных инструментах Прямо среди ночи К ним разбираться пошел, естественно, студент и каратист И охранник спокойного ночного сна Вообще борзил что ли, а? Уже два часа ночи Этот зенчук сверху вообще планирует спать? Сколько можно принчать? Вот урод, он меня достал Я ему сейчас эту балалайку об башне сломаю О, ну как? Да там хлюпик какой-то был О, ты еще и источник шума у него забрал Нет, только гитару забрал Но внезапно гитара захватила его Он захотел научиться играть и писать какие-то шлягеры Поэтому сдружился с шумными соседями И потом очень долгое время находился в творческом полете Искал свой жанр, свой стиль Хотя никто его не понимал Даже вот эти новые друзья-музыканты Поэтому он сначала решил податься в рэп Классно, что вы здесь Я рэп для нашей группы написал Зацените Саня, иди сюда Йоу Ловите мои рифмы Братья и сестры Привет Меня зовут МС Кузя Мой рэп как автомат Узи Взрываю хит-парады Меня вообще везде люди рады Эй, Чикса Зачем тебе попса? Слушай, рэп Кузи Как все мои друзья В одном кармане доллары В другом баксе Поехали со мной На джипаре кататься Закажем себе в клубе По куску абсента Кузя за всех платит Бабла на всех хватит Друзья Кузи Его попытки в рэп текста Почему-то не оценили А скорее даже обсмеяли его Сказали Кузя, ну это не твое Кузя, ну как бы тебе сказать Чтобы не обидеть Это чудовищно Кузя, честно Твоим рэпом можно демонстрации разгонять Вы просто в рэпе не разбираетесь Ну конечно Тут без куска абсента не разобраться Эдуард Кузьмин Услышав это Разобиделся на друзей И решил записать на них Настоящий дисс Я вырос в трущобах Нашей общаге Где Петрович бухой И полно всякой шняги Где за рэп могут обидеть друзья О них и расскажет рэпер Эмси Кузя Первый зовут Таня Грудь у него нулевая На модель не тянет Но прикольная, когда бухая Мутила с Владом Мутила с Аней Потом опять с Владом Потом опять с Аней Теперь с Аней у них все тихо и ладно А если Таня опять встретит Влада Второй Саня Сын олигарха по идее Но пошел не в отца А в Галилео Галиле Отказался от бабла Мозгов нету пацана С батей ругается В телескоп пялится А сам в метро По моему проездному катается Майкл вообще отдельная тема Мутит с телками Направо налево Пухтит, старается Упирается По-любому что-нибудь подхватит И там все отвалится Ну как теперь? Я его сейчас прибью Я... Таша, Таша, не надо Че, не понравилось? Да нет Нормально Нормально Сейчас только Стул потяжелее Выберу Чтобы друзья его не убили За такую рэпчину Кузя решает совершить Еще одну попытку Создать какой-то хит Хитяру И вот так вот и появляется песня Которую все сейчас знают Как шняга шняжная Я три года в общаге Я в ней ем и в ней сплю Я дружу в ней с друзьями И с девчонкой мучу Могут выселить годы Коментанту на зверь Каждый день то засада То потеря потерь Друзья говорят Кузе Просто чтобы он успокоился Со своим творчеством Больше новых песен не писал Что эта песня Вполне себе хорошая Кузя, конечно же, поверил друзьям Да взял и выложил эту песню в интернет Ведь думал, что песня настолько хороша Что создаст эффект Буквально разорвавшейся бомбы в интернете И он станет суперзвездой Он-то не знал, что друзья его обманывают Меня обманули Подставили Кинули, опозорили Мы помним, Кузя Ну а что нам было делать? Если бы мы тебе вчера сказали Что у тебя стрёмная песня Ты бы нам сказал Ну что мне выстрёмная? Хотел было удалить эту песню из интернета Но что попала в интернет Оттуда уже удалить невозможно Как вы знаете Это успеет, быстрее Я успею, успею Кузя, туалет в другой стороне Кузя Кузя Кузя, что случилось? Ролик удалить надо Особенно, если ты забыл пароль от аккаунта Забыл Это Саша Я Майкл Мы твои друзья Я пароль забыл Поэтому Кузя находит другое гениальное решение Он решает записать опровержение И именно это опровержение и делает его звездой интернета Новый ролик написал Опровержение того старого Но там я всё объяснил Что песня это прикол Ну я спецом записал Потому что я это Приколист Ого! У твоего, как ты говоришь, опровержения Уже полторы тысячи просмотров Круто! Теперь все знают, что я не дебил Слушай И у первого ролика рейтинг вверх пошёл 900 просмотров Ну и пофиг Пусть смотрят Я же во втором объяснил, что я нормальный Угу Ты комментарии почитай Чувак жжёт Ржачный дебил Фигасе море Кузя, конечно, попытался исправить ситуацию И записал опровержение на опровержение Но интернет-пользователей уже было не остановить Привет! Это снова я, Кузя Это опровержение На то опровержение Которое Ну, короче, это второе опровержение Ну вы меня поняли Ну, то опровержение Это, короче, тоже, ну Типа прикол И, ну, это типа я вас разыграл Песня разошлась просто сотнями копий по интернету Все её пересылали друг другу и смотрели И Кузя реально стал звездой интернета Не просто звездой интернета У него даже появились корпоративы Не только корпоративы, но и фанаты Сумасшедшие фанаты и фанатки Вот, например, одна настолько фанатела от Кузи Что даже готова была его отбить у Аллочки Постоянно вокруг него тёрлась А потом придумала историю, что Аллочка её избила А ты мне в волосы вцепилась А ты? А ты мне ноготь сломала? Да! В какой-то момент Кузе в руку попадает камера Настоящая камера, на которой можно снимать И вот он целый день бегает по общаге С какими-то странными предложениями посниматься И друзьям он это предлагает И Петровичу Петрович, пырычи, пожалуйста Чего? Кузне, ты что ли? А ну убери эту хреновину Петрович, мне для клипа очень нужно Пырычи, как ты обычно рычишь Ну вот как ты рычал, когда я унитаз расколол Или когда я тебя с вахтёршей застукал Она тебя носки шерстяные примеряла Чего? Я тебя сейчас голову к заднице примерю Все не понимают, что Кузе вообще нужно Но проще сделать то, что просит Кузя Нежели ему что-то объяснять А ну-ка помашите мне Машите, машите Алка, а ты двумя руками махай Вот А оказывается, Кузя снимал целый клип для своей хитяры Про шнягу шняжную В итоге получилось что-то вот такое Субтитры сделал DimaTorzok В какой-то момент из армии возвращается Гоша А всё это время Кузю продюсировал Майкл Ну как продюсировал? Искал, где Кузя выступит, на каком корпоративе И теперь этим решил заняться Гоша И даже нашёл место, где Кузя сможет выступить для иностранцев За настоящие доллары Сегодня вечером ты выступаешь перед американскими студентами Кузя, перед нашими американскими студентами Ой, ну, в смысле, те, которые у нас практику проходят Круто, а сколько платят? Триста Не, Гоша, за триста выступать не буду Мне уже на одной днюхе пятихатку платили Ай, Кузя, триста долларов Гоша, я тебе говорю, мне пятиха... Тогда я согласен Ну это окей Единственное, что шняга шняжная Она же на русском, а там будут целые американцы Поэтому шнягу шняжную срочно нужно перевести на английский Но Гоша, как обычно, решил немножко сэкономить Поэтому перевод получился, ну, мягко говоря, не совсем правильный Но зато с отсылочками на скутер I'm three years in the hostel I'm a stupid in there I'm from S of the Russia And my song from the S How much of the fish I don't know what I'm singing But I know that I ram Shit and shit, girl, it's about me If you listen to me, you are fool like me Как вы думаете, чем это закончилось? Ничем другим это закончиться не могло Как еще одним опровержением в интернете Популярность Кузи, конечно, пришла Его музыкальная карьера, можно сказать, шла в гору Но проблема в том, что все знали только одну единственную песню Кузи Поэтому он понимает, что во что бы то ни стало Нужно написать еще один хит Но что бы он ни писал, у него получается что-то до боли знакомое Я в Агаповку ездил Здесь я вырос и рос Все здесь с детства знакомо Утки, трактор, навоз А тебе не кажется, что твоя новая песня Немножко напоминает старую? Майкл, а ты что, слова не слушал? Это две разные песни Новые слова, новая песня Кузя, я прямо сейчас могу вот такую вот новую песню придумать Круть-круть южная Жизнь ты южная Драм-дар-драм-дам Но тут он получает по голове И знаете, кто к нему приходит? Солист группы Ума Турман И помогает ему писать текст песни Не только текст песни, но еще и музыку Правда, самостоятельно у Кузи это не получается Поэтому он бьется головой еще раз Чтобы солист группы Ума Турман к нему снова пришел Вот так появилась еще одна песня В репертуаре Эдуарда Кузьмина Вообще популярность у него только росла и росла К нему даже приходили как бы популярные звезды эстрады Например, Нюша Я Нюша Офигеть, так это ты? Блин, я просто твой клип миллион раз смотрел Ты такая классная И песни-то такие классные Она хотела взять Кузю в тур с собой Чтобы он выступал у нее на разогреве Но там все не сложилось из-за Гоши А вернее из-за ссоры на почве денег Потому что Гоша подумал, что Кузя хочет его кинуть В общем, в тур с Нюшем так и не поехал К тому времени Кузя уже расстался с Аллочкой Расстался он, кстати, тоже в песне А следующую песню я посвящаю Алле Гришко У-у-у-у Полгода с ней мутил Думал, клевая штучка А оказалось, что Алле Гришко сучка У-у-у Сучка У-у-у Сучка У-у-у Сучка И с этого момента в любовной истории У Кузи творилось что-то очень странное Например, он когда-то хотел заполучить комнату отдельную в общаге, но никак не мог найти себе подходящую кандидатуру на роль своей возлюбленной. А комната ему принципиально была нужна. И тут он познакомился с девушкой. Ну, как бы. Готовить? Обожаю. Особенно пельмени. Ну что, угостишь, да, мы нефильтрованными? Угу. А ты, ну, так клевое. И даже смог забрать комнату у своих друзей, то есть выиграть в таком соревновании за эту комнату. Но, как говорится, был нюанс. Кузя, а ты уверен? Все, 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 поздравления потом. Давай, 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 выходим, выходим. Кузя, Кузенька, Кузь, ты что, не видишь? Вижу, вижу, как все вы меня завидуете. Давай, 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 все выходим из моей комнаты, давай. Ура! Блин, там, там это, там это, блин. Что, что, что? Лика показал тебе свой маленький секрет? Нет, не маленький. Но это не первая и далеко не последняя проблема Кузи на, так скажем, любовном фронте. На этом фронте, кстати, ему друзья постоянно пытались как-то подсобить, помочь, познакомить с какой-то девушкой. Но когда ничего не работало, они прибегали к каким-то уж совсем странным методам. Например, в одной из серий Гоша и Майкл, узнав, что у Кузи давно не было секса... Ну давай, Калис, когда у тебя был в последний раз? Год? Целый год без секса? Ого! Теперь я с ним в одной комнате спать боюсь. Наняли ему проститутку. Значит, тут за час, но если наш гусар разойдется, то мы еще доплатим. Договорились. Но все пошло немножко не по плану, и Кузя просто влюбился в эту девушку легкого поведения. А когда друзья ему пытались объяснить, что, Кузя, ты не туда воюешь, как говорится, на любовном фронте, они сразу получили в глаз. В общем, ты знаешь, она представительница самой древней профессии. Училка, что ли? Училка. Как бы это тебе помягче так сказать. Проститутка. Ты бы еще час из себя выдавливала. А, ты не говори про нее так. Кузя, Кузя, Гоша говорит правду. Она реально проститутка. Нифига! Она переспала со мной, потому что я ей нравлюсь. А вы мне завидуете, потому что со мной, а не с вами. Кузя, чему завидовать? Мы тоже можем с ней переспать за деньги. Ну тут ты перегнул. Ай! Ну! Когда в общаге появился новый сосед, Антон Мартынов, с ним у Кузи, конечно, сразу сложились особенные отношения тоже. Вот тварь. Сам тварь. Антон постоянно подстебывал Кузю, но потом, каким-то образом, они все-таки сдружились. Первое тесное общение у них было на почве алкоголя, потому что Кузя прислали из деревни самогон, после которого вообще нет похмелья. Но был один маленький нюанс в производстве этого самогона, который Антону не очень-то и понравился. Мой батя самогон настаивает на конском навозе. Все, давай пиво. На чем? Не повторяй. Именно Кузя стал проводником для Антона, когда вот у того папа отобрал деньги в мир общажной жизни. Сначала, конечно, Антон пытался познакомить Кузю с разными кулинарными изысками. Кузя это не очень впечатляло. А это, чувак, эталон простоты. Вареный рис и сырая рыба. Ты чего? Да ну его нафиг с сырой рыбой связываться. Ща поджарим. Вот, держи, чувак. Привет из Вьетнама. Ммм, хрустящая. А че это? Жареные гусеницы? И вот когда уже и Кузины деньги закончились, потому что ели они именно на его деньги, Кузя показал Антону удивительный мир общажного хавчика. Я ща пока воду поставлю, а ты намешай киченес. Экскюзми. А? Я говорю, че за киченес? О, старик. Мне еще столько бы надо тебя научить. Ну, почему-то у Кузи лучше получалось дружить с какими-то предметами. Тот же самый Герман. Ну, или, например, однажды у Кузи был день рождения. И друзья все ломали голову, что же ему подарить. Предложения были самые разные. А Кузя всегда просил на день рождения какую-то фигню. Пипец. Собака-робот. Очередная бесполезная ерунда. Согласна. Такая же ерунда, которую мы каждый год дарили. А что вы дарили? Спасибо большое. Это вообще прикол. Ребята, спасибо, что подарили меня Кузе. Мурашки. Спасибо. В итоге Кузя сам себе выбрал подарок. И этим подарком был мотоцикл. ПОЗДРАВЛЯЙ! Кузя, это что? Мотоцикл. Вообще круть. Я его одного старика купил. Вообще зверь. Да, такое продать это точно надо быть зверем. Поздравляю. Мы не нарушили традицию и подарили Кузе очередную... Крутотень. Ну, пусть будет крутотень. С которым они стали лучшими компаньонами. Но эта история дружбы тоже была недолгой. Кузя накопил огромное количество штрафов. И ему пришлось продать своего двухколесного друга. Причем не просто продать, а отдать его в шоу-бизнес. История, правда, закончилась печально. Не зря же Кузя раньше пел Павел Волей обломис. Шоу-бизнес не зашибись. Вот как бы так и случилось. Гошан, а мы эмоции точно в этой серии показывать будут? Да точно, точно. Ты уже три раза спрашивал. Да просто странно, как-то в титрах ничего не написали. Вот он. Вот он, смотри. Смотри. О, нифига себе, гонит. Давай. Давай, 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 угоняй от них. Угоняй. Не, не, не тормози. Не передними, они не работают. Зарвался. Как же там у него новые свечи были. Ну и вот однажды все закончилось тем, что старую общагу просто снесли. Но это уже, как говорили классики, совсем другая история. Надо было его в старой общаге оставить. Блин, самое главное я забыл. Нашу старую общагу снесли. Мы теперь в новую заселяемся. Вот такое вот получилось видео, в котором я постарался показать вам самые забавные моменты, связанные с Эдуардом Кузьминым. Их, конечно же, на самом деле гораздо больше. Какие я не упомянул, можете написать в комментариях. Но я выбрал яркие моменты исключительно на мой взгляд. В прошлом таким видео вы писали, что вы прочувствовали дух ностальгии, когда смотрели ролик. Кто-то вспомнил времена, когда он сам учился в универе. Кто-то просто вспомнил время, когда выходил сериал Универ. У кого-то это совпало. Надеюсь, это видео тоже подарило вам немножко позитивных эмоций. Если это так, не забывайте поставить лайк и подписаться здесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok